Куда пропала Кишкина? Почему нет новых видео, когда ты наконец снова появишься в эфире? Я слышу эти вопросы не просто часто, очень часто, и я больше не могу отвечать отказом. Поэтому Кишкина возвращается. И сегодня у нас не просто премьера, а как я люблю говорить, бабах. Потому что сегодня впервые за долгие годы братья Кличко, Виталий и Владимир, встретились в одной студии специально для нашего нового выпуска. Выпуск посвящен урокам 30-летия независимости Украины. Ведь они были не просто ее свидетелями, но своего рода архитекторами эпохи. Обычно они не дают интервью вдвоем, а если и делают исключение, то речь идет о спорте. Мы же говорим о стране, о государственности, о 90-х, о нулевых, об успешном спорте на Западе и политике здесь, в Украине, о том, что всех нас ждет в будущем. Кишкина вернулась, поэтому не переключайтесь. Кишкина. Ты думаешь о президентстве? Шутки 95-го квартала, колоссальное удовольствие. Кто чемпион? Ты чемпион? Я тоже хочу быть чемпионом. Две составляющие. Я не боюсь. Ты обогнал 95-й квартал, ты можешь себе представить, это круто. Это уже не Советский Союз. Сколько этих президентов? Не знаю, хуй с ху. В политике нелюбимы. А вот этот товарищ без прически? Я считаю, что он должен сдавать анализы. В позитивном плане. Ты живешь, как в тюрьме. А Володя, вот как масло в нож. Поживем, посмотрим. Виталий, Владимир, я очень рада вас приветствовать. Это редкий случай, когда братья Кличко дают одновременно интервью, и это не спортивная тематика. Это было давно уже, последний раз, когда мы вместе давали интервью. Я уже и сам не помню. Лет 10 назад. Так что, Соня, у тебя дебют. За долгие годы. Я ценю это исключение, тем более, что оно у нас по важному поводу. Мы делаем этот разговор, это интервью для нашего цикла «Уроки независимости», посвященного 30-летию независимости, и говорим о истории страны и истории людей на фоне истории страны. Вы достаточно рано стали знаменитыми и достаточно рано стали символами своего поколения. На Западе в 90-е, когда говорили «Украина», ассоциации иностранцев возникали в основном «Чернобыль», «Футбол», «Шевченко» и «Бокс», «Братья Кличко». Как вам было жить в статусе символов своего поколения? Как тебе жилось? Старше он раньше меня был уже на этом свете, поэтому мне тоже интересно услышать. Соня, однажды в один прекрасный момент кто-то тебе начинает говорить, что оказывается ты символ поколения. На самом деле ничего, для тебя это обыденные будни, подготовка к соревнованиям, выступления, большое количество интервью. А потом вдруг один прекрасный момент, кто-то говорит, что оказывается тебя символизирует с чем-то, с какими-то событиями. Я могу рассказать одну маленькую историю, которую, когда мы начали задумываться уже, что то, чем мы занимаемся, это уже не только лишь бокс. Не секрет, что в Германии огромное в 80-е, 90-е годы началось огромное количество переселенцев, приезжающих в Германию. И немцы, оно такое закрытое сообщество, закрытая нация. И они так быстро не открывались для других. Так вот, однажды к нам в пассивовский зал пришел наш соотечественник, который говорит, ребята, я хочу поблагодарить вас. Спасибо вам за то, что вы есть. Ну, мы, как всегда, отнекивались. Да не за что, все нормально. Говорит, нет, вы, говорит, не понимаете. Я, говорит, тоже с Украины. И дети в школе, ну, буллинг занимаются, дети более жесткие. Говорит, вы знаете, он стеснялся. Он стеснялся говорить, откуда он, с какой страны, потому что немцы, они к иностранцам так относились, особенно дети, не очень хорошо. А сейчас я благодарю вас за то, что он приходит, и он гордо говорит, что я с Украины. Знаете, почему? Потому что с Украины братья Кличко. И вот после вот этой истории мы начали, это как раз уже конец 90-х был, мы начали осознавать, что то, что мы делаем, это не только лишь спорт. Вот это чуть-чуть, рамки его намного шире. Володя, для вас что было триггерам? В продолжении сказать, спорт была наша жизнь, но наша жизнь, как известно, не только спорт. И мне нравится также выражение, если уже с выражения начал. В шахматах есть. Кто играет в шахматы, понимает. Чтобы видеть то, что видит напротив тебя сидящий, сидит там, где он сидит. А я сидел в спортивном зале. С 14 лет, так получилось, я попал в школу-интернат олимпийского профиля, так называлось это еще, при Советском Союзе, название. Потом уже поменялось. Боровское. Боровское, да. И с 14 лет, можно так сказать, моя перспектива была из боксерского зала, в прямом смысле, в переносном, взгляд на мир. Но ни в коем случае эта перспектива не менялась. Поэтому я где-то понимаю, после окончания, в 14 я начал, в 41 я закончил. Вот в 41, когда я уже вышел из этой перспективы, посмотрел, так сказать, зум-аут и посмотрел на боксерский зал со стороны. Поэтому я где-то понимаю, что вы говорите. И задали такой вопрос. И Виталий ответил очень хорошо. Когда ты находишься внутри, ты не ощущаешь, что ты что-то означаешь для кого-то. Когда ты меняешь эти перспективы, как выражение этого отца о своем ребенке и понимание, например, Андрея Шевченко со стороны. Мы дружим, кстати, с Андреем. И в обиходе мой друг, ничего особенного. Но для многих он символ с разными качествами. Небожитель. Да, 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 да. Очень, очень, очень значимая фигура. И я где-то понимаю, что наверняка воспринимают, как вы уже сами сказали, братья Кличко, наверняка. Но особо внимания на этом я не заостряю. Ты не можешь допустить ошибку, ты не можешь отступиться, ты не можешь совершить публично какой-то неправильный поступок. Это вы так считаете? В тебе гораздо, как мне кажется, если ты, не знаю, 30 лет, а тебя уже на марках печатают, куда еще выше больше. Тебе тяжело, ты вынужден больше следить за собой в обычной жизни, чем просто рядовой спортсмен или даже рядовой чемпион. Нет? Нет, будь самим собой. Понимаю, что когда ты в позитивном плане, раздражитель для кого-то, на тебе заостренен внимание, то понятно, что за тобой будут повторять. Как я когда-то, помню, повторял за Арнольдом Швастнеггером такую прическу, как у него в фильмах была, да? Это, например, да, это не только лишь внешний облик, но и что будет сказано или как будет сделано. Вы совершенно правы. Молодое поколение подражает своим символам, кумирам. И абсолютно правы, что автоматически, даже, может быть, не задумываясь, человек, который находится в публичной плоскости, на примере Андрея Шевченко, на примере, да? То наверняка каждый хочет забывать такие голые, как забивал Андрей. Или тренировать сборную и довести ее так далеко на чемпионате Европы, к чему никогда еще не было сделано, как Андрей Шевченко, как тренер же в этом случае, да? Ну или другие, можно проходиться по разным персоналям и подражать им. Это, я думаю, естественно. Вы, кстати, дольше, чем Виталий, продержались, несмотря на то, что вы младший брат. Так, в 2015 году вы отглавили список Forbes, первое место в рейтинге самых популярных звезд Украины по версии журнала Forbes, 15-й год, обойдя при этом певца Святослава Вакарчука и даже, прошу прощения, студию «Квартал 95». А в 2012 и 2013 годах у вас было, соответственно, второе и третье место, а в 2014 году рейтинг не составлялся. То есть Виталий уже занимался политикой, вот, подхватили это знамя и несли его. И что? Ну, вообще мне как бы это неинтересно, где там нахожусь в рейтинге. Кто-то в каком-то журнале что-то написал. Нет, это Forbes, послушай, это Forbes. Это 95-й квартал, ты обогнал 95-й квартал, ты можешь себе представить? Это круто. Да, я даже не знал. Что вам сейчас еще в 195-й квартал? 91-й год, вам 20 и 15, соответственно. Советский Союз развалился, независимо, Украина только приобрела независимость. Что вы помните об этом периоде, как восприняли новости о приобретении независимости, как это обсуждалось, возможно, в кругу семьи, во дворе, как это вас коснулось или не коснулось? Давайте попробуем реконструировать. Две составляющие. Володя, не расскажи, в 91-м году, как ты узнал, что твой брат оказывает чемпион мира. Очень интересная история. А потом я расскажу уже. Хорошо. Немножко не совсем, по-моему, с ответом будет. Вернее, как ответить на вопрос. Но, вспомнив эту историю, поехал мой брат на чемпионат мира по кикбоксингу в Париже, если не ошибаюсь. Совершенно верно. Возвращается. Нет, нет, звонил я тебе. Хорошо, звонил. Звонил. Возвращается с звонком телефонным. Я говорю, ну что? Раньше было дозвониться не так просто. Мобилок особо не было. Там были, но это отдельная тема. И я говорю, ну что? Он говорит, я чемпион. Я говорю, кто чемпион? Ты чемпион? Я не мог поверить. Но это было подражанием. Мы говорили коротко об этом. Для меня это было таким символом подражания. Как это? Виталик, мой брат, чемпион. И я тоже хочу быть чемпионом. Логично. Да. Поэтому были какие-то определенные невозможные на то время, для меня невозможные, в моем сознании, невозможные вершины. И я решил стать чемпионом, точно так же, как и Виталий. Это так коротко. И буквально пять лет позже Владимир стал олимпийским чемпионом. Мы, кстати, об этом, наверное, поговорим. Вот, 91-й год политически, чем, знаете, уже времени много прошло, и мы обрывками, как в кино, там, кадр такой-то. 90-й год мы были на соревнованиях, находился в это время уже в спортроте, служа в рядах советской армии. И что интересно было, мы только приняли присягу Советскому Союзу, а еще, как молодые люди, честно говоря, полностью не осознавали все происходящее, именно геополитические процессы. Мы больше были, я говорю честно, были больше наблюдателями всех событий, которые происходили вокруг нас. И здесь вдруг нам говорят, что ту присягу, которую мы приняли Советскому Союзу, уже не действительно, нужно принимать новую Украину. Приняли новую присягу Украине. Правда, ничего из этого не изменилось пока, мы еще даже не понимали, с чем это связано. Вот, вот, такие вот воспоминания были. Между этим событиями на соревнованиях были ГКЧП, мы были в Венгрии, в Венгрии предложили нам в Советском Союзе переворот, предложили даже остаться, пересидеть. Ну, как можно остаться в Украине, остаться с папой, мамой, брат, и где-то там оставаться за границей, ни в коем случае. То есть, такими вот обрывками, кадрами воспоминания о том промежутке времени. С точки зрения окончания перестройки, уже она показала свою несостоятельность, нищета. Здорово, что возможность, как спортсмен, имел выезжать за границу и хоть что-то, там, привозить хоть какие-то вещи. А магазины, полки были абсолютно пустые, насколько помню. Привозил брату, младшему, какие-то вещи. Джинсы. Вот, джинсы, туфли. А размер ногата выросла, а советская промышленность тогда не... Ножка тогда уже будет 46-47, вот, а таких еще купить невозможно было. Брату нужно было привозить. Ну, такое вот тяжелое время было. Не было боксеров. Тренировались босиком. Стирали ноги. Были времена, когда несколько перчаток боксерских было на спортивный зал. Ну, такое вот сложное, сложное тогда время. Брат учился в училище Олимпийского резерва. Нужно было и брату помогать. И выступали соревнования. Что интересно, знаете, из таких историй. Мы смеемся сегодня об этом. Если говорить молодым людям сейчас, что тогда у нас было всего лишь три канала, телевизионных канала. Если говорить, что тогда была одна пара обуви и больше ничего, вот, мы воспоминаем. Можно сегодня вспоминать, а тогда было чудо, когда были напитки. Их не достать невозможно было в алюминиевых баночках. И в троллейбусах водители расставляли эти баночки, как выставочные, такие вот над своей кабиной. что он крутой, у него такие баночки есть. Это сегодня смешно будет звучать. Мы слышали про Кока-Колу, но никто из нас не пробовал ее. И как подарок брату я привожу Кока-Колу. А он, как подросток, открывает бутылку, с которой там идет давление. Вот это запахало, как я сейчас помню. Он говорит, так Америка пахнет. Сегодня это смешно, а тогда это были такие, знаете, интересные времена. Когда этот переход. Можно было бы, Соня, я понимаю, как ты, как политический журналист, тебя больше интересует политика. Но вот эта политика накладывается на ту картину, которую я только что пояснил. А в то время даже мысли заниматься политикой и быть каким-то образом интегрированным больше в какие-то геополитические вещи, у молодых людей не было возможности. То есть я об этом даже не думал. Хорошо. Вот 91-й, 2-й, 3-й, ты говоришь, в 95-м вы уже фактически приехали, ну, большую часть времени проводили в Германии на соревнованиях. Вот начало 90-х, такой очень бурный период, когда появились челноки, кто-то начал заниматься какой-то торговлей, кто-то начал заниматься не совсем законными вещами. Не было соблазна бросить спорт и заработать быстрые деньги? Был соблазн, я не скрываю, я тоже об этом описывал. Если ты спортсмен, крепкий, бурный 90-е называют. И не секрет, что очень многие спортсмены занимались помимо спорта еще дополнительными какими-то подработками так называемыми. И я тогда как офицер в армии, в спортивном клубе армии служил. И действительно соблазн, предложение приходило. Ребята, которые рядом тренировались, говорят, ребята, идем, там постоишь, там что-то необходимо будет сделать. И очень благодарен и тренеру, который я говорил. Я дискутировал с тренером, потому что тренер, он находится как часть тебя, как твой отец, он должен тебя вести. А может быть, все-таки, ведь нету ни вещей, ни оборудования тренироваться. Он говорит, поверь мне, у тебя все будет, самый главный результат. Ни в коем случае не отходи от своего пути. И в этом ключе очень благодарен ему в том, что именно четко, концентрироваясь на тех задачах, которые стояли, были результаты. И мне еще помогало тогда, в тот промежуток времени, я уже начинал и по любителям выступать одновременно, и так как разные виды спорта, как профессионал в кикбоксинге, и постоянные поездки за рубеж, где и призовые достаточно неплохие были, и можно было уже... Можно было немножко заработать. Можно было немножко заработать. Киршкина. В фильме «Кличко», который 2011 года, он показывался в Киеве перед выборами 12-го, хорошо помню, «Зал Украины», закрытый показ. Все восприняли это как политический манифест. На самом деле, фильм потом еще много наград взял, и он сейчас есть в свободном доступе. Вспоминая 90-е, ты говоришь такую фразу, что вот, ну да, были уважаемые люди, они подходили и предлагали нам, как спортсменам, молодым ребятам, сделать что-то и что-то. А они еще жили сейчас, эти люди, которые предлагали тогда? Я не общаюсь. Не, ну просто, скорее всего, что ответ нет. Ну, много людей. И к спортсменам ты, когда восходящая звезда спорта, вокруг тебя ромное количество людей, знакомых, каждый мечтает с тобой сфотографироваться, познакомиться. И много разных людей подходило. Ты даже не воспринимаешь ху из ху. Володь, вспомните, как вы, вы говорите, что основное время проводилось в спортзале, да? В начале 90-х, во время развала экономики, ясно, что спорт, спортивная политика не была приоритетом для государства. Вот Виталий уже упомянул, что часто не было даже каких-то элементарных вещей для того, чтобы тренироваться. Как это помните вы? Вы стали олимпийским чемпионом в 96-м году. Какой была тогда, ну, скажем так, политика государства, как вы ее чувствовали относительно спорта и молодежного спорта в первую очередь? Я четко помню, хоть я на 5 лет младше, четко помню, когда развалился Советский Союз, какой коллапс был экономический, геополитический, социальный. Полный коллапс. Деньги, которые были у родителей, там, собраны годами, которыми казались баснословно, превратились в ничто. Советские рубли перешли в купоны. Эти купоны мешками, в прямом смысле слова, носили, инфляция была страшнейшая. И в это время, я помню, как раз, полагаясь на тренера, который рекомендовал, там, оставайтесь в спорте, это все-таки, это ваш стержень. Я поехал в город Донецк, к Антонио Рантикузо. И его выиграл, потому что призовые были 100 долларов. 100 долларов, когда были купоны. Это как минимум сейчас, да? И это была годовая зарплата полковника авиации, нашего отца. Говорить об армии, был полный развал в армии. И вообще целостности как таковой не было. Это был абсолютный хаос. И год спустя, в том же турнире Антикузо, уже было 1000 долларов призовые. Это вообще были какие-то басословные деньги. я думал, что я так называемый миллионер. И мне в жизни больше ничего не надо. СНГ, формирование СНГ, так называемого СНГ, другая фаза развала Советского Союза. И после уже независимость Украины. И постепенно, постепенно, для меня это было, для меня это было впервые, точно так же я, как и Виталий, был в спортивном клубе армии СКА. И принимал присягу в Украине. Спустя время, для меня все-таки было более таким вот значимым моментом, вы совершенно правы, вспомнили Олимпийские игры, когда Украина впервые поехала на Олимпийские игры независимым государством. И мы попали в первую десятку в сборе медалей на 9-м место. 92-й год, да? Это 96-й год был. Я про Олимпиаду говорю. 92-й год еще был Советский Союз. СНГ. Это еще было СНГ, так называемое. А в 96-м году впервые Украина поехала как независимое государство. Для меня, как непосредственно участника той Олимпиады, для меня это было таким значимым фактом. Это уже не Советский Союз. А я точно так же, как и любой другой ребенок, был воспитан в конкретных, четких, советских условиях. И что такое Родина было тогда четко прописано. и изменения, посмотрев на этот, как я уже объяснил, коллапс, так называемый, с разных сторон, и формирование государственности со стороны спорта, как первых, кто представлял, не политики тогда, никто, в принципе, так, страну, как спортсмены, не представляли за рубежом. И даже не знали, что такое Украина. Сегодня это просто непредставимо, но не знали название страны. Украина? Это где? Вот, к сожалению, ассоциация, знаете, где Чернобыль? А, Чернобыль знаем. Ну, вот Украина, вот Киев, это столица. И для иностранцев было вообще, сегодня это непредставляемо. Тогда это был факт. Название страны даже не знали. И это первая униформа, желтая благотворительная, которую мы в 1996 году представляли на параде открытия. Для меня это был такой факт. Мне очень хотелось сфорифироваться с Сергеем Бубкой. Так. Сергей Бубкой нес украинский флаг на параде открытия. Ему за счет то есть все группы, как и любая другая страна, значит, шли за флагманом. И на параде закрытия я даже себе не мог представить. Я сделал фотографию с Сергеем Бубкой. Мы сфорифировались и кто не знамя. Мне довелось нести знамя на параде закрытия. Наша группа уже спортсменов было меньше, поскольку спортсмены после все соревнования уже отбывали. Но у меня такие очень четкие впечатления, я был рад, как Украина себя представила. Это было невероятным. Первую десятку мира, как независимое государство. Впервые, когда даже название и слово Украина не слышали и не знали. Это было значимо. Вы знаете как спортсмена о том, что она буквально недавно в день 30-летия независимости объявила о том, что она отказывается от украинского гражданства. И объясняя свое решение, она говорила в частности о том, что государство Украина о ней совершенно забыло. И даже когда она выиграла Олимпиаду, ей не были выплачены призовые, ее не воспринимали, не честовали на государственном уровне так, как должно. было ли вот что-то такое после Атланты или нет? Или наоборот вот этот подъем он тогда и в Украине был конвертирован в какие-то достойные почести? Конечно же было финансовое вознаграждение, внимание. Мне даже выделили квартиру. Ух ты! Представляете, да? И я не ощущал себя, для меня это было вообще как 20 лет мне было космонавт в позитивном плане. Было все очень вдохновляюще. Я был высоко мотивирован. Работа не даже мысли не было нет и не будет о изменении гражданства или ожидания. Вот здесь огромная ошибка. И Оксана здесь наверняка как и в принципе в обществе многие. Что ожидание? Вот эта планка ожидания очень высоко. И мне нравится это в принципе фраза прозвучала Джейф Кенли, но до него еще было сказано это философии буддистской философии как человек который уже был в Тибете и я уже был в Тибете поэтому я об этом слышал тоже. Он сказал такую фразу не спрашивай что страна может сделать для тебя спроси что ты можешь сделать для страны. если это каждый сделает тогда будет из любой страны из любой компании из любого города будет рай и конечно ожидания можно ожидания у каждого разные но в основном они очень высокие в семейных отношениях в корпоративных отношениях в геополитических отношениях ожидания всегда очень большие потом показывать пальцем в сторону говорить а вот это вы сделали наши ожидания не оправдали поэтому я думаю что если каждый задаст еще раз себе вопрос что я могу сделать для вас например скажите я отвечаю на ваши вопросы или для брата что я могу для тебя сделать спроси даже те кто находится рядом и я и вам это вернется я в этой философии и в этой фразе которая стала знаменитой благодаря американскому президенту который это произнес я думаю что в этом есть глубокая суть изначально виталий вообще должен был ехать на олимпиаду так получилось что поехал владимир виталий вообще изначально все начал для чистый повторял он же старт и вот у меня был вопрос в одном из журья говорили что виталий родился бойцом а я им становился да факт и вы да вы несколько раз это в разных раках поэтому обучился он родился у него приобретенные качества уже там я не знаю на генетическом уровне на каком-то другом вот я просто когда готовилась я много читала смотрела слушала и вы часто повторяете эту фразу в разных интерпретациях у меня где-то даже сложилось впечатление что возможно на самом раннем этапе там 14 лет или когда вот старший брат пошел в зал вы пошли в зал может и этот выбор не был для вас осознанным это был инструмент для меня я не болел боксом я не хотел заниматься боксом это был для меня инструмент у меня была основная мотивация на лесном массиве был медицинский колледж ПТУ и к сожалению после 8 классов я не хотел оставаться в школе точно так же как я не хотел оставаться в детском саде я захотел в школу после 8 классов я принял решение выбрать профессию и на следующих 3 года я бы был подготовлен к университету я был доктором ухо-горло-нос и мне сказали что парень все хорошо но по твоим документам мы смотрим тебе как раз 14 лет и у тебя не полное среднее образование поэтому ты будешь на медбрата два года обучаться а потом мы тебя в третий год переведем уже на ухо-горло-нос я эту информацию воспринял на медбрата два года это не моя перспектива не хочется была хорошая медицинская школа я отец очень сильно мотивировал отец у нас был военный Суворовское училище на Лосе-Украинке и по дороге в Суворовское училище я только начал заниматься боксом и мне порекомендовали заедь в школу-интернат олимпийского профиля в городе Бровары я заехал я заехал с одной мыслью вот я два года поезжу как брат по заграницам кока-колу привезу ему джинсы и так далее мотивация мотивация я хотел увидеть мир я хотел увидеть океан я хотел увидеть пальму я хотел просто открыть для себя мне хотелось путешествовать и для меня это был инструмент спорт был инструмент чтобы путешествовать это моя основная мотивация что я там буду каким-то чемпионом какие-то турниры какие-то олимпийские игры что это кто-то может но не я а в какой момент вы поняли что это все-таки моя дорога или может до сих пор есть сомнения надо было все-таки когда я проиграл так когда я проиграл вот признаюсь честно у меня не было любви к спорту я это делал вот я поставил себе цель обучиться я обучился этому и у меня было два выбора или ты будешь битым или ты будешь на противорожной стороне победителем поэтому естественно выбрал второе и в 2003 году я проиграл 3-4 год в течение одного года я проиграл два поединка я свои титулы проиграл мне все очень легко давалось в 20 лет я стал лимпийским чемпионом в 25 я стал в 24 заняться я стал чемпионом мира среди профессионалов тяжелой весе и для меня это было мне давалось легко я особо не напрягался и в 27 лет я брутально проиграл два поединка в течение одного года и меня полностью списали вот тогда когда я ощутил что я на самом деле этот инструмент могу из своих рук потерять а этот инструмент я еще понял что это оказывается огромный бизнес это оказывается не только лишь ты встречаешься с каким-то оппонентом это целая система и она была очень интересна и я понял что в конце концов я эту систему этот инструмент в своих руках потеряю не только для путешествий но вообще для жизни и вот тогда у меня вдруг откуда ни возьмись появилась любовь и когда я начал относиться к спорту с любовью с огромной любовью любовь с большой буквы тогда все уже пошло когда брат говорит я с любовью относился я очень часто приезжал на спарринги и видел как с любовью он крошил своих спарринг-партнеров ему говорили Володя на них же учатся их не убивают что ты делаешь это же когда с любовью относишься это так сказать до последней капли любовь в боксе любовь в боксе она имеет очень определенный ребят ну вот смотрите бокс это же на самом деле очень социальный вид спорта это не теннис не не знаю там конный спорт который требует затрат серьезных гольф это считается спортом которым могут заниматься мальчишки ну из простых семей из простых районов а вы вообще начинали с кикбоксинга не было какой-то мысли о том что наверное это не самая престижная все-таки в мире спорта штука и может быть надо как-то переориентироваться вы знаете в наше время у нас даже не было мысли что слова престижно не было нравится не нравится есть возможность нет возможности то есть выбирать было не так много как я в бокс попал когда пришел учитель в наш зал тренер говорит кто хочет стать боксером все подняли руку почему не боксером и вот все кстати меня забраковали сразу же я пришел в секцию сказали длинный худой тренер при присутствии моих одноклассников говорит так ты наверно к боксу не очень подходишь пойди на плавание мне обидно было ужасно то есть все подходят а я не подхожу нет нужно было а Володя чтобы он там не рассказывал когда я уже начал заниматься и видит парень здоровый антропометрия такая а тут у него еще младший брат пришел они так а сколько тебе лет да-да-да-да-да-да и Королев был такой швсм-тренер царство на небесное тогда посмотрели и сделали Володе предложение родителям вернее предложение Володя тогда в принципе много не решил но и школу олимпийского резерва секундочку как Володя не решил Володя решил с детского сада в школу со школы дальше но я тебе скажу без без твоей мотивации которая для меня мотивация она приходит уходит но тем не менее это очень важный элемент без твоей мотивации и тогда на тот момент возможности поскольку ты тогда чемпионом тогда уже по мотивации я уже скажу про братьев разговаривают пошел в школу младший хотел ведь я тоже по-быстрому и так хотел что в 6 лет пошел после школы в институт младший решил я тоже туда же после в институте чемпионом мира он говорит я тоже хочу стать олимпийским чемпионом мне не получилось Володя стал я стал чемпионом мира среди профессионалов первого Володя говорит минуточку, тоже чемпион мира среди профессионалов, я начал писать кандидатскую, Володя говорит, что ты самый умный, подав минуточку. Так самая интересная, он собрал больше поясов, чем я, то есть меня один только оставил, а все остальные Володя собрал. Профессор, скоро, нет, ты как титул? Что? В Тунгалине ты... Нет, у меня, ну это уже другая тема, академическая часть, это уже другая тема. Ну почему, это интересно. Меня приглашают преподавать в Гарварде, где многие могут, я горжусь братом, где многие мечтают учиться, где многие мечтают учиться, я говорю, Володя, ты можешь после этого говорить, я там преподавал, где вы мечтали учиться. Как приглашенный профессор, да? Сангалин и... Нет. Хорошо, коротко, если уже затронули вы эту тему. Коротко, для меня был стимул после смерти, во время моего тренировочного лагеря, знаменитого тренера, холлофеймера, Эменла Стюрета. У меня через 2-3 недели бой и не прям в лагере, он должен был приехать, так обычно был он прилетал, Эмену прилетал за 3 недели до поединка на финальную фазу спаррингов и потом уже проходил поединок вместе с ним. И мне звонит ваша жена, Мария, и сказала, что Эмен Улвер. То есть для меня это был шок, во-первых, непонятно с кем я буду выходить в ринг, потому что все-таки аналитический ум должен быть со стороны и давать какие-то советы в углу ринга между раундами. Я уже подготовил сам себя, это было не проблема, я понимал, но тем не менее вот эта аналитика, которая для меня важна, была со стороны очень важна, очень ключевой такой момент. И я понял в этот момент, когда жена Эменулла сказала о том, что он умер, что с Эменуллом ушло все его знание, его экспертиза в спорте. И каждый другой тренер будет проходить через те же самые ошибки и делать, что и он сделал. Для меня это было мотивацией оставить что-то после себя. Я начинал с разных вещей, перепробовал разные продукты, которые могли стимулировать, во-первых, то, что касалось спорта или насколько можно кондиционально быть хорошо подготовленным. Не буду ходить в эти детали, но в конце концов я дошел до академической идеи создать метод, который сегодня называется «Покажи лицо вызовом» с принципами метода фокуса гибкости, координации и выносливости. «Focus, agility, coordination, endurance» — это четыре буквы, FACE. И управление вызовами — это моя философия жизни. И также философия метода. Он запопробован? Метод на протяжении шести лет, и мы заканчиваем буквально через две недели, шестая группа закончена, набирается уже седьмая группа, мы уходим в седьмой год. Это СЕА сертифицированный образовательный курс «Certificate of Advanced Studies» в университете Сан-Гален в Швейцарии, который преподается на немецком языке. Методология также внедрена на английском языке, в HBS, Harvard Business School. И Harvard Business School также сделал «Case study» по методологии, что это очень важно и значимо для метода «Face the Challenge». И этот «Case study» — на что тратятся деньги университетам, то есть они выбирают, на что они тратят деньги. Это профессоры, которые изучают и потом позже преподают метод. Уже не только лишь я буду преподавать, а этот метод преподается уже профессором университета. Это на английском языке. Методология внедрена на персональном уровне, как я уже объяснил, через эти два университета, через менторов, которые мы образовываем. И менторы — это как Монтасори, например, вы слышали в детских садиках. Этот метод... Вы применяете, кстати? Нет. Я в курсе, но не применял. Я применяю «Face the Challenge». И так же для детей. И так же на корпоративном уровне компания SAP и немецкая телеком используют в своей экосистеме на протяжении многих лет эту методологию. Они так же используют методологию «Design Thinking». И я рад тому факту, что те, кто англо- или русскоязычные, извиняюсь, немецкоязычные, также из Киевской городской администрации были в этом образовательном курсе, участвовали и прошли через «Face the Challenge» методологию. Это шести, извиняюсь, пяти-месячный образовательный курс в университете. Это как для экзекутив. Мы встретились проговорить про... Нет, это очень интересно. Это очень интересно. Поэтому я хотел, чтобы мои знания, моя экспертиза, эти принципы, они как в политике, как в журналистике, как для женщин, так и для мужчин, как для детей или для взрослых очень, эта методология можно применять. Она абсолютно нейтральна в своем применении. И управление вызовами, мы у всех вызовы. Высов, что такое вызовы, это проблемы. Ну, это уже по-простому сказать. Но у меня проблем нет, у меня есть только вызовы. Профессором Гарварда ты будешь? Ну, на данном этапе я делаю свой профессорский титул. Так что если, если, в следующий раз я буду стоять в ринге, если, то уже будет не доктор Кличко, а будет профессор-доктор Кличко. Поэтому, если уже о титуле говорить. Профессор никак. Разные титулы были. Папа, титул. В Гарварде его купить невозможно. Невозможно, это правда. Ну, вот у меня до этого эпизода был к тебе вопрос. Не кажется ли, что ты его где-то даже, может, сбивал с его пути своим примером? А теперь я понимаю, что нет. В каком-то степени мотиватором, но Володя же не повторял. Он повторяет то, что я делаю, и дальше делает еще лучше, чем я. Как Пикассо сказал, хорошие художники копируют, грандиозные крадут. Или ученик, который предзошел учителя. Кишкина. Любые изменения с этим связаны. Как можно сделать изменения без убрать старое, построить дом? Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Там кто-то снес старое здание. Оно не было, там сложная история. Ну, одно слово. Подожди, у тебя регулярно то горит что-то, то что-то сносят. Так же можно все время говорить. Ну, в городе, с большим сожалению, живет миллион людей, постоянно возникают конфликты интересов, а мы стараемся упорядочить это и не допустить. Иногда бывают такие вещи, которые, ну, не очень хорошие для города, и я признаю это. Хотя в этом, в этом задача и полиция, которая должна, естественно, помогать. Ну, как на мэра, на тебя лежит вся политическая, ложится вся политическая ответственность. Да, есть такое. А вы бы хотели состариться в городе, которым управляет Виталия? Состариться в городе? Ну, или жить в городе, в котором... Соня, я киевлянин, я украинец, вот это я точно знаю. Что будет в старости, будет ли старость, это уже большой вопрос. Я беру обязательства, когда ты доберешься до старости, в городе Киеве будет все прекрасно. Все эти недостатки, которые есть на сегодняшний день, будут исправлены. В гидропарке будет Диснейленд, все парки будут в шикарном состоянии, и мы это делаем. Будет инфраструктура, и пробок не будет. Ты что-то утопию какую-то описываешь. Я не утопию, я... Ты же не Черновецкий. Я план действий описываю. И каждое слово я могу полностью расшифровать, Соня, в следующих наших интервью. Пацан сказал, пацан сделал. Ну, что ты такое говоришь? Хорошо, Витач, тебя очень часто критикуют за твоего окружения. В частности, говорят про Столлара, про Камарницкого, когда-то про Макетася. Вот мое наблюдение со стороны, что ты очень долго сходишься с людьми, сложно их к себе подпускаешь. Но потом точно так же тяжело отпускаешь. И что люди, которые, возможно, тебя в чем-то порочат, тебе с ними расстаться как-то, ну, вроде как не комильфо. Хотя политически это очень тяжелая история. Как мэр я общаюсь с огромным количеством людей. Ну, и меня умышленно привязывают к тем или другим людям. Никакого отношения к ним прямого не имею. Прямого отношения не имею. Кто-то имеет там депутатов, какие-то там необходимо проговаривать голосование. Какие-то вещи, но исключительно я знаю одно. Вообще ни с кем-либо работаю. Исключительно в интересах города. Володь, есть что-то такое, о чем вы в детстве мечтали? И что еще не случилось? Очень много. Например? Очень много. Я вообще космонавтом хотел быть. Может быть, кстати, люди путешествуют сейчас спокойно. Относительно спокойно. То есть купить билеты, это не так много. Поэтому, да, можно задуматься. Есть у них, правда, место для такого двухметрового дяди в корабле. За сколько Филатов летит? За 100 или за 150? Как-то так, по-моему. Летит ли он? Ну, он вроде собирается. Володь, важное уточнение. Во время разговора я услышала несколько раз, что может быть, если я еще вернусь. Но у Виталия тоже был такой матч-реванш завершающий. Ждать этого или уже не стоит? От Владимира Кличко. Мы говорим о теории. Есть рекорд Джорджа Формана. Возвращения в спорт не будет, чтобы сломать кому-то челюсть, образно говоря. А чтобы, так сказать, сломать рекорд, или не поставить новый рекорд, как старейший чемпион мира, это 45 лет и 10 месяцев было Формуну. То есть мне в этом году однозначно этот рекорд не побить. Владимир Владимирович, можно тебе как старший брат обратиться? Ты завоевал все награды, которые только лишь возможны в спорте. Ты добился тех самых вершин, и кому-то что-то еще доказать тебе не имеет смысла. Только мне, только мне. Если мне захочется, через год, это столько еще воды вниз по Днепру протечет. Поэтому через год поговорим. Киричкина. 93-94 год. Часто бывает в Германии. Вот опять-таки в этом фильме Кличко хорошо описываются любительские соревнования, на которых, ну это такое как смотр, да, вас там могут заметить и подхватить тренера и взять дальше. Как это происходило, вот какой был механизм? Как происходили тренировки здесь, чтобы поехать туда? Как там происходил ли бои? Как там происходил отбор? Что именно гарантировало попадание на ступеньку выше? Вот давайте это попробуем реконструировать. 93-94 год. Соня, еще раз, задай как-то по-другому вопрос. Очень сложно, я не знаю, что... Смотри, ты начинаешь ездить в Германию на юношеские соревнования. В небольших городах происходят турниры, профессиональные тренеры на вас смотрят и наиболее, ну скажем так, эффективных отбирают с тем, чтобы идти дальше. Если очень коротко, начало 90-х выживали. Володя боксировал в Гвардии Варшавы, в Польше, где в любительские соревнования, но тем не менее контракт с любительским клубом, где он выступал. Я заключил контракт с клубом Флейнсбурга, в Бундеслиге. Вот, потом Володя там же выступал. Бои среди профессионалов по кикбоксингу и затем подготовка, подготовка к Олимпийским играм 96-го года, где уже полностью расписано, расписано полностью график соревнований. И что такое спортивная жизнь? Ты живешь, как в тюрьме, по большому счету, в спорте, как в тюрьме. У тебя два раза тренировки на уровне человеческих возможностей. Ты отдаешься полностью. У тебя есть время, очень короткий промежуток времени восстановиться, покушать, отдохнуть через следующую тренировку и снова тренировка. И после тренировки, после вечерней тренировки, может быть, кто-то там может фантазировать. Кафе, бар, дискотека. Когда тебя выжимают, и ты находишься в тренировочном цикле, ни о чем даже и говорить не хочется, нужно восстановиться, и чтобы на следующее утро снова прийти к твоей цели. И это месяцы, это сборы, соревнования. И в этом случае уже был подход до 96-го года. Я могу перечислять огромное количество соревнований, которые у Володи было в этот промежуток времени, как у молодого перспективного парня, который пошел. Вот у меня тяжело проходило все через препятствия. А Володя вот как масло в нож, нож в масло входил, и соревнования победы, соревнования победы, соревнования победы. И шел вот прямо так, как хорошая ракета. Ты шишки набил, я просто понимал уже, что я не делал. Поэтому тебе спасибо, Володя. То есть ты учился на мои шишки. А у меня к тебе вопрос. Вот ты перечислил только что. Я извиняюсь. Нет, все, все, все. У меня к тебе вопрос. Ты перечислил, как проходили соревнования, что нужно было два раза в день тренироваться, отдаваться на 100% каждый день, повторение, повторение. Хочешь ты, не хочешь ты, болит тебе что-то, не болит. Как вот эти принципы спортсмена, выживания, в прямом смысле слова, физического выживания и морального, ментального выживания, как это отражается на твоей политической жизни? Помогает это тебе? Приобретенный... Соня, еще чуть-чуть, и ты решишься работать. Приобретенный опыт. Мне просто интересно. Я подчеркну ответ, я догадываюсь, какой будет ответ. Я думаю, что как раз наша страна проходит... Вот на данном этапе у нас такой тренировочный лагерь. Нас тренируют. И наша стойкость, как независимое государство, покажет, кто мы такие. Уже мы, мы уже сформировались как нация. Мне просто интересно вот эти... Любые вызовы, которые ты получаешь, вызовов очень много. Либо они тебя ломают, или проходя через эти вызовы, ты становишься еще сильнее. И вызовов достаточно много было, как раз вот в промежуток времени. Вызовов в соревнованиях, травмы, которые... Отсутствие финансирования, невозможность ездить за рубеж. Необходимо было поддерживать брата. Сейчас времени много прошло. Я могу... Володя говорил по призывам, которые он получал. Полковник авиации. Когда-то это в Советском Союзе, это было... Ну, в авиации вообще было очень престижно. Наш отец. Все накопления в один момент обнулились. Вот. А в один прекрасный момент... Он получил 8-10 долларов в эквиваленте этими вот... Сначала купонами, потом гривной. И необходимо было помогать и родителям, и брату. А вызовов достаточно большого количества было. А когда не получается что-то, даете, когда что-то не получается, легче всего попустить руки. А с другой стороны, нет. А смогу ли я? А какое удовольствие получается? Когда ты вроде бы уже хотел сдаться, а потом все-таки собрался в волю, кулаки сжал, и получилось. Поэтому вызовов очень много. Вызовов продолжая... Было тогда очень много. И даю тебе ответ. Те же самые способности, которые в спорте помогали добиться результата, они дают те же самые способности. Дают в политике и в любой виде деятельности. Целестремленность, системность. И я очень часто вспоминаю слова отца, которые, может быть, и его отец ему говорил. Главное, Федя, воля к победе. Ну, такая вот пословица есть. Поэтому в любом деле, в любом деле, упорство и труд все перетрут. И это все сходится к одному принципу выносливости. Endurance, выносливость. Вот эта часть тоже методологии, приобретенная через спорт, кровь и пот, в прямом смысле слова. Выносливость. Я сам иногда удивляюсь, но со стороны наблюдая за активностью брата, в этом случае в политической сфере, очень такой непростой хлеб, так называемый. И одни выборы были проиграны, вторые выборы были проиграны, третьи выборы. И без выносливости это было бы просто невозможно. Давайте вернемся, вот, собственно, с 95-го года вы все время практически, основную часть времени проводили в Германии. У Володи была такая фраза, что не было мысли сменить гражданство. Я знаю, что были предложения, но вы этого не сделали. Почему? Ну, давайте честно, вам совсем немного лет. Перед вами вся жизнь просто расстилается широким полотном. В Украине полный развал, все, и даже если исходить из соображений, что нужно помогать семье, очевидно, что легализация в Германии дала бы для этого больше возможностей. Почему вы не согласились? Первое предложение, после того, как стал чемпионом мира, в 92-м году приехал канадский промоутер и сделал предложение уезжать в Канаду. Ну, сделал мне предложение, брат маленький, родители, а тут я учусь в институте, нужно было как-то все бросить и уехать. Второе предложение. Потом предложения посыпались уже после Олимпийских игр, этих предложений было огромное количество. Так, чтобы это все, таких официальных предложений, давайте сменим гражданство. Многие люди, менеджеры подходят, давайте поменяем паспорт и так далее. Но от паспорта ничего же не меняется. Не было никогда мысли поменять. Володя. Смысл. Мы, кстати, дискутировали на эту тему, мне интересно тоже услышать. Были официальные предложения, подписанные руководители партии, городов, официальные письма, примите гражданство. И я, например, мое мнение, что изменится в моей жизни, вообще ничего. Я, честно говоря, у меня было два паспорта, я признаюсь, два гражданства. Так. Советское и украинское. Ну, было до этого, был у меня советский паспорт. Где-то еще завалялся, по-моему, и украинский. И здесь я повторю сказанное, не спрашивая, что может страна сделать для тебя, что ты можешь сделать для страны. А я могу, например, вот для меня тоже мотивация была услышать эту историю, когда отец сказал о сыне своем, что вот там, братья Кличко. И когда ты это тоже понимаешь, я просто думаю, ну, если я поменяю свое гражданство, приму другую, откажусь от украинского, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах, как они это воспринимают. Для меня это, да я себе в зеркало не смогу смотреть на себя, если я это сделаю. Вы свободно владеете английским, немецким. Ну, вот опять-таки, я смотрела, когда фильм Кличко, 96-й год, Дон Кинг, вы еще с переводчиком. Как вы осваивали и сколько времени понадобилось? Долго. До сих пор осваивается. Английский или немецкий? Оба. И украинский. Лев Толцой сказал такую фразу, говорит, ты можешь учить много языков, но всю жизнь потратить на один-единственный, свой родной, и до конца его досконально его не знать. Володя намного лучше владеет, практически без акцента немецким. Акцент еще какой, бы здоров. Вот, английский. Я его терять не хочу. Зачем? Это уникальность. Ну, среди общения необходимо было. Необходимо было общаться на немецком, необходимо было общаться на английском. Вы знаете, это интересно, изучать новые языки, поэтому большой трудности для нас не было. Мы даже соревновались, так и было, честно хочу сказать. Даже между собой мы соревновались. Я видел, как он там делал новые фразы, словесные обороты, и смотрел на мою реакцию, как я отреагирую. Вообще нет. Слушай, ты ему хоть иногда уступал, вот просто, ну вот, все-таки он тебе младше. Мне кажется, что ты просто… Он способнее, он талантливее, он младше, но он хватает на лету так, что… Так с таким братом, конечно, нужно свою территорию защищать. Я признаюсь честно, и ты тоже можешь признаться в этом. Родители ему сказали, смотри за младшим братом. И они не сказали, стоп. То есть, по большому счету, это фигура для меня, такое продолжение отца. И мало где-то, да. Но в политику вы же за ним не пошли? А что вы-то говорите сразу? Пока еще. Как отрубили. Вот мы сейчас подходим к этой теме. Значит, пошли. В политику не ходят. Вот это вот выражение «пошли» для меня очень чуждо. Я пошел, а не пошел ты бы. Я пошел туда или сюда. Ходить в политику не ходят. Или же ей занимаются, или политика занимается тобой. Поэтому ты делаешь выбор. Ты будешь этим заниматься или нет? Я так понял, что я решил заниматься. Когда-то, уже давно. Ходить я не буду заниматься. Я активист. Я участвовал в «Оранжевой революции» 2014-2013-2014 год. Как активист, не как политик. Виталий, у него немножко другая функция. И у нас здесь по своей ментальности, потому что у него также ответственность. Мы говорили о том, что если ты человек публично, у тебя есть ответственность. Или ты будешь подражен тогда своими действиями другими или нет. Поэтому я здесь для себя выбрал пока вне политики. Но она мне не чуждая, я прекрасно понимаю. Не так детально, как Виталий, ни в коем случае. Но отношусь с уважением. С уважением вот этот паблик сервис, так называемый, когда ты не принадлежишь сам себе. Он не принадлежит сам себе. Он принадлежит конкретно, это практически, я не знаю, не считали, до 4 миллионов или более 4 миллионов людей, которые не только лишь живут, но и работают, и съезжаются в город. Которые избрали, которые... И по большому счету очень часто путают меня с ним. И подходят к вам на улице и говорят... И подходят ко мне, неважно где подходят. И мне там нужны там... Володя передает мне постоянно рекомендации граждан, которые они ему дают, задания. Он говорит, я объяснял, что я не мэр. Они говорят, не хотим слышать, тогда передай мэру. Да. И очень часто путают и обращаются ко мне как к мэру. Обращаются с позитивом или с негативом? Вот теперь я... Подождите, я не закончил. Изначально там про улицы, про дороги, про лифты, про платы, про зарплаты и так далее. И мне приятно, когда я, например, прохожусь, например, по пейзажной олене. И меня путают с Виталием. И просто подходят откровенно и говорят... Ты еще не проходил, все вторая часть. Еще не видел, да. Как пример, да. И просто говорят спасибо. Я скажу честно, мне приятно. Но какому политику скажут еще спасибо? Ну, они спрашивают, что у тебя за стройка в центре города. И это не только лишь в городе Киеве или в Украине. Почему горячей воды нет по три месяца и так далее? Политики нелюбимы. Вот неважно, какая у тебя дурция. Политики это для общества. Вот это не совсем такая профессия, которая заслуживает определенной какой-то симпатии. Нет, это противоположная симпатия, абсолютно. И то, что он делает для меня, делает не для себя. Вот он конкретно говорит о том, что его действия, что я могу сделать для вас. А любое решение, которое ты принимаешь, как минимум 50% против этого. Но неважно. Какие-то изменения. То, что мы люди привыкшие к постоянности чего-то. Хорошее или плохое. И очень часто у нас перспективы нет. А как может быть? Ну, нет перспективы в основном. Поэтому я, честно говоря, с огромным уважением отношусь, чем занимается брат. И я скажу честно, мне его жалко. Жалко, потому что очень много жизненной энергии, персонального времени. Хотя бы он потратил на очень много вещей в жизни. А не только лишь быть должным кому-то за выбор. Ну, это его призвание. Я с уважением отношусь. Это его призвание. Это хоть и тяжело, но это ему нравится. Ты уже больше 10 лет. Наверное, уже больше... В 2006-м я стал депутатом Киевсовета. А в 2005-м ты был советником Ющенко. В 2006-м стал депутатом Киевсовета. Да, поэтому уже 14 лет. Да, уже даже 14. 15 лет. Поэтому это уже политик с экспертизой. У нас часто в обществе бывает так, что в основном, я извиняюсь, это касается и журналистов, и спортсменов, боксеров конкретно, докторов, юристов, шарлатаны в своей основе. Ну, как обобщенное понятие, но и в армии то же самое. Есть 10, квота 90-10, из 10 или из 100%, 90% это даже в армии, это бойцы, а 10% воины. Вот разница между бойцом и воин, когда очень тяжело, как в спорте, как и в ринге. Вот есть вроде бы оснащенные все, и перчатки на руках, и капа в зубах, и может тебе какую-то угрозу представлять. Но когда тяжело, когда у тебя поломаны кости, или связки, или очень больно, или глаз не видит, или нос расквашен. И 90% остаются у голоринга, а 10% продолжают, это как параллели. Потому что есть призвание, есть любовь к делу, есть дисциплина, есть желание, есть цель. И это называется экспертиза. Я уверен, что на данном этапе, это уже не боксер, или кикбоксер, или какой-то мальчик, которого часто воспринимали. Это уже... Да, это правда. Это уже... Я его политиками считаю, кстати. Почему? Потому что каждый день он... Это менеджер. Каждый день... Носки загнулись от волшебных на ботинках. Каждый день это персональный, человеческий фактор. Нужно следить, смотреть. Двадцать четыре часа, семь дней в неделю. Это менеджмент. Это не политика. Хотя находится в политике. Двенадцатый год. Удар заходит в парламент. Почти 14%, 13,7%, если я правильно помню. 42 или 43 депутатских мандата. Вы становитесь одной из фракций, объединенной оппозиции. Напомню, что по состоянию на тот период времени президентские, плановые президентские выборы должны были состояться аж в 2015 году. Юлия Владимировна в тюрьме. И было понятно, что сидеть она там будет долго. И у объединенной оппозиции была необходимость выдвигать единого кандидата на президентские выборы. И, в общем-то, шансы распределились 50 на 50 между тобой и Яценюком, больше в твою сторону. Я помню первые дни Майдана, первые вечи на Майдане. Ну, в общем-то, ты сразу приехал на Майдан, когда активисты призывали собираться. В день, когда Азаров объявил о неподписании в Вильнюсе договора с Евросоюзом. А потом каждое воскресенье происходили вечи. И я помню, что твои коллеги по оппозиции так, ну, с иронией говорили о том, что вот, Виталик все ждет, когда мы выдвинем его кандидата в президенты. Но сейчас еще не время и так далее. Ты тогда на это смотрел под каким углом, под какой оптикой? И действительно ли тебе казалось, что на том этапе, это еще до крови, это еще даже до первого разгона, вот до всего, да, возможно, это был бы для тебя правильный путь? Путь в движение? То есть кандидата в президенты от объединенной оппозиции. Соня, я очень не люблю слово «как бы», вот приставку «бы». Согласительное наклонение. Мы начнем сейчас философствовать, вот как было бы, если бы ситуация «бы» сложилась так или поиначе. Поэтому она прошла так, как произошло, и я могу сделать аналитику этого. А «как бы» мы можем дискутировать очень долгое время. Ну, смотри, Майдан, первая попытка силового разгона, это декабрь с 10 на 11. Ты все время был в эпицентре событий. Владимир приезжал на Майдан, выступал на Майдане, да? Вот вы помните четвертый год и 13-14. В чем была разница? Что вы увидели тогда в центре Киева и в 13-14 в центре Киева? Это как день и ночь. Абсолютно разные, абсолютно разные люди. Настрой, ассоциация своя, как украинца. Понимание независимости Украины. Воспринятие себя. Что такое Украина? Украина – это мы, украинцы. Там, извини, перебью тебя. По атмосфере. Вот тебе интересно, и я скажу. По атмосфере в 2004 году и по атмосфере 2014. Моё мнение, что 2004 год – это был больше, больше, конкретно цикл на одном событии и президенте, не президенте, а кандидата, тогда еще Ющенко и его отравление. Это было основным триггером, так называемым. Это было сфокусировано на одном персонаже. 2013-2014 год – это было уже мы, украинцы. Это уже направление, это уже за страну, направление, куда мы движемся. Мы не за кого-то одного, а больше, как мы будем дальше жить, как Украина будет дальше жить. Это было совместное решение, это желание и с огнем в глазах. То есть четкая сфокусированность и желание, как мы дальше хотим жить. Полностью поддерживаю. 2014 год – ключевым тигером было Ющенко так. Это справедливость, подсчет голосов и фальсификации. А 2013-2014 год – Майдан назывался Еромайданом. Ключевые принципы – справедливость, отсутствие ее, отсутствие законов. И напряженность в 2014 году было намного выше, потому что каждый из находящихся на Еромайдане понимал, что это может закончиться в любой момент кроваво, так и произошло. Или печально для него лично. Ты несколько раз был на переговорах с Януковичем от оппозиции. Первый раз, если мне не изменяет память, это было после закона 16 января, в разгар событий на Грушевского. Когда ты вышел на Грушевского, сказал, что мы были на переговорах, мы договорились о том, что как-то сейчас мирно попытаемся урегулировать ситуацию. В этот момент тебя оббивают из огнетушителя, потому что никто не хочет, люди настолько наэлектризованы, никто не хочет слышать про какой-либо диалог с Януковичем. Облились провокатора с огнетушителя в совершенно другой ситуации, не на Майдане. Это было на Грушевского. На Грушевского, да. На Грушевского, когда наэлектризованная толпа шла крушить автобусы, и шла на артштурм баррикад, что могло привести к кровавому развитию событий. Я боялся на Майдане больше всего, как один из лидеров Майдана, то, что могу привести к кровопролитию, это закончится жертвами. И в тот момент, в тот момент я старался остановить, и кто-то пошутил с огнетушителями. Финальные твои переговоры были, когда вы 19-го числа подписывали мирное соглашение с Януковичем. Была там твоя подпись от оппозиции, но я хочу о другом спросить. Там три подписи была от оппозиции. Твоя была первая от оппозиции. Не помню. Я купил, я ценю, точно. Неважно, вопрос не в этом. Вспомни, пожалуйста, вот как эти переговоры проходили. Потому что, когда мы реконструировали события Майдана, например, с Турчиновым, он тоже несколько раз был на переговорах и 18-го, и 20-го, и раньше, он говорил, что Янукович был очень разбалансирован, что он сначала кричал, что я вас всех закопаю, вы там не сможете уехать из страны и так далее, а через пять минут уже рассказывал, что вы стояковые мужики, я вас уважаю и так далее. Вот есть какие-то, у нас, повторяю, разговор посвящен 30-летию независимости, есть ли какие-то флешовые картинки яркие, которые важны в этом контексте, которые сейчас тебе приходят на ум, когда я вспоминаю об этих событиях? Я, кто бы как ни говорил, в моем понимании, я думаю, что очень многие разделят со мной, мою точку зрения, только лишь после событий 14-го года мы начали идентифицировать себя, как украинцев, и мы начали понимать, что такое независимость по-настоящему. Мы говорили до 14-го года независимость, но мало кто осознавал независимость от чего, независимость, что включается в это слово. И после 14-го года, после тех событий, после аннексии Крыма, после боевых действий на Востоке, тысяч погибших, мы на сегодняшний день, как украинцы, сплотились как нация перед вызовом, намного сплоченнее, чем до тех событий. И считаю 14-й год поворотной точкой. Мы заплатили очень дорого за эту поворотную точку, с жизнью многих тысяч людей. Мы заплатили за эту поворотную точку, я уверен, что мы вернемся, и Крым будет украинским. Очень сложная ситуация, каким образом вернуть захваченные территории, но тем не менее, вот эта поворотная точка, где мы понимаем по-настоящему, осознаем, что означает территориальная целостность. И это может объяснить каждый 14-летний мальчишка. Что означает независимость. И это может объяснить практически каждый украинец. Володь, сколько раз вы за рубежом объясняли, что в Украине не гражданская война? Ни разу. Интересно. Ни разу. Смотря какой стране, наверняка, буду говорить про Германию, потому что знаю хорошо, четко, понятно, Россия напала на Украину. Это в медиа, это в сознании. Есть четкая позиция в этом случае. Абсолютно четкая. Анексия Крыма, интернациональное право. Тебе повезло. Я с Берлина ехал в Гамбург на поезде, и так получилось, что у меня в купе ехал два часа поездка представитель АФД. Избиратель АФД. И настолько активный. АФД это альтернатива для Германии. Про российский проект такой. И я думаю, мы подеремся. Я извиняюсь. Везде хватает, точечно можно что-то. Я говорю в целом. В целом примеры можно привести. У меня в моей практике такого не было. Очень здоровая, значит, социальная среда у человека. Были, как у тебя, например, какие-то там точные. Это все относительно. Но в целом ситуация абсолютно понятна. Кирчкина. Хорошо. 2014 год. У тебя высокий рейтинг доверия. Ты один из лидеров Майдана. Президентский выбор. Очевидно, что ты имеешь серьезные шансы. Мы с тобой много раз говорили про Вену. Я сейчас не хочу к этому возвращаться в деталях, потому что мы действительно это проговаривали. И не единожды. Но этот вопрос я хочу сформулировать с точки зрения не твоих личных амбиций, а с точки зрения ответственности за страну. Опять-таки, возможно, если бы ты тогда сделал другой выбор, ситуация в стране образовалась по-другому. Если бы ты не согласился поддержать Порошенко, если бы ты не влил удар в ББП... Мы снова говорим, если бы, если бы, как бы... Я уверен, что ты сам себя спрашивал о ББП. Я уверен. Я тысячу раз отвечал на этот вопрос моим партийцам. Очень много разных точек зрения. И еще раз хочу объяснить, Соня. Аннексия Крыма. Захват территорий на востоке. Абсолютно дестабилизация. И страна, на самом деле, была на грани развала. Да, да, это правда. И в этот момент два человека, кто имеет самые большие шансы, начинают между собой, вместо того, чтобы объединить усилия, которые стояли с одной стороны баррикад, начинают соревноваться. В личных амбициях, в политических целях. Занять титул президента. Я уверен, что... Я принял в тот момент правильное решение. В тот момент правильное решение. Порошенко более опытный. Был министром иностранных дел. Но это не просто человек президента. Это тот человек, который непосредственно максимально на короткие сроки должен взять на себя ответственность за ситуацию. И здесь тоже, знаете, с принципом, а ну-ка я попробую, или смотрите, как я умею, могло привести к катастрофическим последствиям, как для страны, так и для жизни тысяч людей. Как было потом, на эту тему можно уже... Ну да, под это сейчас не предмет разговора. Но я уверен, что именно в тот момент я принял решение. Кто-то будет говорить, там, ты мог стать президентом. Знаете, ну для меня не имеет смысла стать президентом. В общем, в политике быть это... Политика это только лишь инструмент, рычаг влияния на те или иные процессы. Я как-то... Один там товарищ говорит, сколько в мире президентов, мы даже не всех имена знаем, сколько в мире мэров, чемпионов в мире в тяжелом весе, каждый на земле знает и может их по пальцам пересчитать. Занять то или иное кресло не является целью. Целью является не... Сам процесс, целью является результат нахождения. Ты первый раз говоришь о том, что ты не жалеешь, а что тогда решение было правильным. Публичное, я имею в виду. Ты сейчас это первый раз... Я уверен, что это решение было единственное правильное именно в тот момент. Хорошо. В дальнейшем у вас отношения с Петром Алексеевичем складывались ни шатка, ни валка. Я хорошо помню его выдвижение на второй срок. И как накануне съезда ты должен был приехать, ты не приехал, у тебя якобы были проблемы со спиной. Меський голова Киева через травму спины зараз отсутнен в столице. Але Віталій Кличко прямо у лекарни записав короткое відео-привітание. Мы маємо в теле ті зміни, які розпочали. Я підтримую висунення кандидатам на посаду президента України Петра Порошенка. Такой ты лежал в госпі. Я, прости, я так называю приступом хитрости. Ну, в общем, потом ты все-таки... Я не собираюсь... Не-не-не, это я просто подводку делаю. Ты записал обращение, поддержал его, но на этапе, когда стало понятно, что главным оппонентом стал Зеленский, начали происходить какие-то странные вещи, потому что, на самом деле, с Зеленским вот в тот период времени вы где-то были похожи в начале своего политического пути. И Володя об этом сегодня упоминал, что к тебе первое время тоже так относились, ну, не очень серьезно, да, давай говорить честно. И к нему относились в первое время не очень серьезно. Мне кажется, что даже ты к нему так относился. А вот сейчас, как бы, ну, ситуация уравнялась. Вопрос в чем? И ты, и он пришли на нынешние свои позиции с позиции селебрити. Ты селебрити мирового уровня, он вот, ну, до локального, но достаточно крупного. Но и ты, и он показали, что стартовав с такой позиции, можно достичь серьезных результатов в политике. Ну, серьезных результатов, можно говорить о серьезных результатах не в промежуточном процессе, а по завершении данных процессов. Это первое. Второе. Нам нужно отдать... Учиться. Но есть одно но. В любом из видов деятельности. В любом. Будь это врач, спортсмен, политик, журналист, бизнесмен. Самое главное — это опыт. Знания, которые ты получаешь. И невозможно знания получить, перепрыгнув со второго класса, десятый. Хочешь ты или нет. Тебе необходимо пройти очень много ступенек, проникнуться теми знаниями и пластом информации, которую необходимо пропустить через себя. По-другому не получается. Можно перевести третиклассника в десятый класс. Но он не будет знать законов Ньютонова. Но раньше ты так не говорил. Ты тоже это со временем понял, да? В политике. Но это жизненные процессы. Можно, можно перворазрядника или кандидата в мастера спорта отправить на чемпионат мира. Можно. Ну, результат будет не очень хороший. Можно молодого студента-медика отправить лечить человека, но тоже результат будет не очень хороший. Learning by doing. Учиться на собственных ошибках чересчур дорогое удовольствие. А если ты учишься еще на ошибках тех людей, которые на себя это примеряют, это очень серьезная ответственность. Воспринимайте эти слова, как хотите, но я уверен, что во многих вещах, которые сегодня происходят, продавать красивую картинку получается неплохо. Но за картинкой и за оберткой должно быть содержание. Белоруссии прекрасные дороги, прекрасная инфраструктура. Все сделано очень здорово. Сделано для людей. Для людей ли. Там очень много. Большая политика – это не только лишь результаты. Большая политика – это контент, это содержание тех процессов, которые происходят, и реформ, которые необходимо произвести. Очень философская тема, глубокая. Я просто не хотел бы на короткий вопрос отвечать достаточно долго. На этапе избирательной кампании был эпизод, когда кандидаты мерялись анализами. Вы на это посмотрели и призвали их, если уже сдавать анализы, то делать это по спортивным, сообразно определенным критериям. И тогда это ваше заявление, это вас в вашем комментарии еще, ну, их удивил. Ну, во-первых, естественно, первый вопрос, как бы, знал ли об этом Виталий. Очевидно, когда делаются такие телодвижения, важно не навредить, да? А что-то было вообще. Мерлись анализами. Давайте я вам скажу, как это, не то что в спорте, а в целом, если уже... Я помню, сейчас это уже никого не интересует, мы говорим о прошлом, я больше бы говорил о будущем и настоящем. Ну, хорошо. Как это происходило? Меня лично, по-моему, по-моему, тогда еще, да, понятно, кандидат, кандидат президента провел такую инициативу сдачу анализов. Я считаю, шикарная инициатива, я считаю, что каждый притик должен проходить их вообще по всему миру, должно быть интегрирован. Значит, и анализы были сданы, и результаты получили там в течение пару часов. Меня как спортсмена профессионального, который прошел этот ад, и любого другого спортсмена, это невозможно сделать. Это невозможно сделать. Это говорит человек, который на протяжении 30 лет проходил перед каждым соревнованиям, после соревнований, сдачу на допинг-тест, который есть экспертиза, и меня, честно говоря, меня лично это затронуло. Ребята, если вы делаете, давайте сделаем правильно. Так что еще самое интересное, было сделано в лаборатории друга, и когда лаборантку спросили, лаборантка говорит, ой, мы тут имена перепутали вначале, потому что какая-то история тот ли был урин, или другое, но неважно, или кровь была, я не знаю, что там сдавали, и то, и другое нужно, да? И меня это, как спортсмена, просто задело. Ничего личного вообще, но меня как факт, и как правда, и как это делается, я правил инициативу. Ребята, если вы уже сдаете, давайте мы сделаем. я пригласил американскую компанию, которая занимается на протяжении уже многих десятков-десятков лет и работы с ВАДА, World Anti-Doping Association и НАДА, National Anti-Doping Association, и ВАДА, not with W, but with E, Valentine Anti-Doping Association. И я их пригласил, и сказал, ну, сделайте уже правильно, нормально, и я хотел проявить инициативу, чтобы по всему миру это внедрили, потому что когда человек, один человек ответственный за миллионы своих сограждан и также, естественно, за другие страны, потому что все-таки это большая политика, я считаю, что он должен сдавать анализы, точно даже как и спортсмен. Володя знал об этой инициативе? Виталий, Володя знал, да. Я спросил, ты ничего против не имеешь? Слушай, если ты убежден такой в этом, пожалуйста. Предысторию. Володя столкнулся с этим вопросом, когда он боксировал против Бюстера и в прекрасной форме находился, ему вдруг, выйдя на бой, он почувствовал себя абсолютно подготовка 12 раундов, а на втором раунде он взял и сварился. Затем чудесным образом уровень сахара в крови был на уровне сахарной комы. И в этот момент было подозрение, до сих пор оно осталось, там очень многих вещей. Это длинная история, просто она была. Долгая история, просто человек, который прошел это и имеет достаточно глубокие знания в этом направлении, он изучал это. Меня персонально, как спортсмен, это задело, я скажу честно. Я понимаю, Володя перезвонил, говорит, слушай, такая идея, шикарная идея, потому что это то, кому доверяют многие из, все страны мира на Олимпийских играх, на всех играх, на любых международных соревнованиях это лучше, допинга нету. Я говорю, классная идея, если у тебя эти люди согласятся, он говорит, вот я, я, говорит, элементарно могу, набрал тогда женщину эту рыжеволосую, она президент. Маргарет Гудман. Президент. Потому что он, вот, она говорит, вопросов нет. Тогда, я говорю, Володя, слушай, классная идея. Я это все оплатил, приезд и гостеприимство, им понравилось в Киеве, в Украине. Но для меня это был факт, просто некая спортсмена это задело, да? Потому что все было настолько, настолько, ну, знаете, просто сделано, как это, принцесса не какают, то есть у нас президенты не писают или что? Не сдают анализ. Вот. Расскажи, пожалуйста, про эпизод на дне рождения Игоря Суркиса. Чтобы не я его рассказывала, а ты рассказывала. Как это было, что столько домыслов всяких? Владимир Зеленский еще не был президентом. Ноябрь, предвыборный, день рождения Игоря Суркиса, ты приглашен и вечер вел Владимир Александрович и у вас случилась перепалка, словесная. Ну, не было перепалки, он уже заявился как кандидат в президенты. Я говорю, вы можете себе представить, сейчас ведет в наше день рождения целый президент. Возможно, станет президентом. Где Владимир Зеленский говорит, почему возможно, станет? Я говорю, ну, давайте попробуем. Честно говоря... А что же будет на следующий год, если ты станешь президентом? да, да. Хорошо. Если Зеленский станет президент, а Зеленский тогда с Кашевым находился. Я говорю, а вот этот товарищ без прически, потому что у Кашевого такая... Он старается подражать всегда кличко и выставлять его в таком неадекватном состоянии, походя с поясом до ЛУБСИ, который нужно заслужить еще. Я говорю, ну, если Зеленский станет президентом, то на следующих выборах, которые пройдут в следующем году, мы знаем уже следующего кандидата в мэры. Но они не восприняли это как шутки. Ну, я пошутил по этому поводу. Воспринят, не воспринят. Я, знаете, что? Шутки 95-го квартала я тоже не воспринимаю как шутки, потому что это я знаю уже как-нибудь будет с Соней интервью, я тебе расскажу более подробно, чтобы себя со временем не терять. Это был проект под дискредитацией Кличко в 95-м квартале. У тебя есть и тому доказательство, это очень серьезное обвинение сейчас. Поговорим попозже. Володь, почему вы не возглавили список ударов в 2019-м году? Почему? Мы должны. Ну, были такие планы? Говорилось. Говорилось о том, что такие планы, вот я хочу у вас сферу. Мы говорим сейчас о слухах. То есть, не было такого намерения? Для меня это не была тема. Для меня лично. Я спрашиваю Володю, почему он не возглавил. Если бы, секундочку, если бы для меня это была тема, я был бы сегодня глава партии или не только глава партии. Потому что, как с спортивным прошлым, я только понимаю, вот есть цель, есть препятствие. Не вижу препятствий, но вижу цель. Хорошо. Завершая этот блок, метафора политическая. Николя Саркази, который был президентом Франции, долгие годы работал на должности главы МВД, занимал разные позиции. И существовала интрига, будет он баллотироваться или не будет баллотироваться. Ему задавали эти вопросы, он уходил от ответов. И вот один раз, когда его очередной раз журналисты об этом спросили, он сказал, знаете, я начал бриться, когда мне было 15 лет. И все это время, все эти годы, каждое утро, глядя на себя в зеркало, утром, когда я бреюсь, я думаю о том, что я стану президентом. Это была сенсация, такой его ответ. И вот сейчас, учитывая, что мы проговорили политическую составляющую, я хочу спросить у вас, о чем вы думаете по утрам, глядя в зеркало, когда бреетесь? О президентстве? Может, о парламенте? Может, о чем-то еще в контексте государства Украины? В ключе Володиных слов, которые он сказал. Я могу честно сказать, может быть, это будет высказано как-то, предвзято, чтобы кто-то с верхней, не спрямал, высокопарно не спрямал эти слова. Я благодарен спорту. Благодарен тем людям, которые помогали мне реализоваться, как в спорте, достигнуть самых высоких вершин, о которых даже невозможно было мечтать, потому что когда-то мальчишкой я говорил, что когда-то я стану чемпионом мира среди профессионалов, заберу пояс у Тайсона, побью Тайсона, смеялись, шутили, никто не верит. Мы предположить даже не могли, что я мечтал об этом, но эти были мечтания далекие. Все то, что можно было завоевывать в боксе, завоеванно. Я очень желаю кому-то когда-нибудь повторить тот же самый результат. Я считаю, что мы состоялись с братом как спортсмены, состоялись финансово, потому что плюс-минус тяжелые времена были такие, что и покушать не было, и одеть что не было. Ну, так. А в политике? В среднем лучше, чем среднестатистический украинец или даже среднестатистический немец. мы состоялись во многих из направлений. Можно наслаждаться на яхтах, Гавайях, Майорках, Ибицах, Франции, Южном, где-то экспорт. Вы знаете, неинтересно. Я благодарен тому, что я получил и благодаря чему получил. И очень получаю колоссальное удовольствие. Ты думаешь о президенте? Колоссальное удовольствие от тогда, когда люди видят то, что ты сделал и видишь результат. Президентам, сколько этих президентов? Мы не знаем их имена. Президентам думают взять это привилегия, это на самом деле каторжный труд, когда ты полностью ответственный за внутреннюю политику, внешнюю политику, за многие процессы, за парламент, соединить полностью много составляющих в одну общую картину. Это страшная, большая ответственность и страшный труд. Хочу ли я этого? Тяжелый ответ. Иногда вечером я прихожу изнеможденный и смотря в зеркало задаю себе вопрос. Ты уверен, что тебе это нужно? Ну, на следующее утро, чуть-чуть отдохнув, я даю себе слово. Я сдаваться не буду. То есть президентство? Я не готов ответить на этот вопрос сегодня. Нужно будет. Нужно будет. Я не боюсь таких вызовов. Нужно ли это мне, как Виталию Кличко, у меня очень большие сомнения. Если нужно будет Украине, если нужно будет той политической ситуации, поживем, посмотрим. Еще рано загадывать или рано о чем-либо говорить. Володя? Я заявлять сейчас не буду насчет заниматься этим, не заниматься, но я иногда слушаю наших политиков, наблюдая, конечно же, очень интенсивно за этим процессом и думаю, что эти смешные люди говорят или что они делают, я могу это сделать лучше. Точка. Я поняла.